Доброе время суток! И снова с вами Сафронова Ольга. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о такой важной составляющей нашей работы сетевого менеджера, как телефонные разговоры. Именно эффективные телефонные переговоры составляют 90% успеха в нашем с вами бизнесе. Потому что все у нас построено на общении. Общаться мы можем или тет-а-тет, глаза в глаза, но не всегда и не со всеми это возможно. Общаться можно через Skype, общаться можно в соцсетях, в мессенджерах. Но я хотела поговорить с вами о другом. Запланированные телефонные переговоры, которые позволяют нашему бизнесу развиваться так, как это нужно. Итак, с кем мы планируем разговаривать и для чего? У нас есть несколько категорий наших клиентов, партнеров, с которыми нам нужно регулярно выходить на связь, чтобы они не забывали, что мы существуем, делали заказы, доносить до них нужную информацию. И таким образом мы делим их на четыре категории. Это новые клиенты или партнеры, которые еще не сделали ни одного заказа. Вторая категория – это те партнеры, консультанты, которые идут по стартовой программе, но еще не сделали или что-то там не доделали, заказ до нужной суммы. Третья категория – это те консультанты, которые у нас идут на вылет, которые не сделали ни одного, допустим, заказа, или давно не делали заказ, и вот-вот должны вылететь из компании. И четвертая категория – это те консультанты, которые были когда-то, но давно не делали заказ и уже вылетели из программы, из вашей структуры. И это тоже повод им позвонить. Вдруг что-то у них поменялось в жизни, и они очень рады будут снова вспомнить, что существует Фаберлик и есть вы. Таким образом мы готовим четыре разных спитча для каждой категории с разными предложениями. Если люди, которые не сделали заказ, у нас, естественно, первое предложение – это то, что предлагает компания за первый заказ. Мы рассказываем о подарке, который их ждет, рассказываем о стартовой программе, которую они могут пройти, говорим условия, которые нужны для этого, и помогаем оформить заказ, узнаем, почему же он все-таки не сделал, может какая-то сложность есть техническая или сложность во времени. Предлагаем сделать это, помочь здесь и сейчас, иначе это может опять отложиться на неопределенный срок. Вторая категория – это те, которые идут по стартовой программе. Обычно новым консультантам надо повторить, ну, минимум раз десять. Не потому, что они бестолковые, не дай бог. Просто новым людям сложно сориентироваться в том большом объеме информации, который у нас для них есть. И чтобы услышать то, что им нужно услышать, нужно повторить действительно несколько раз. Поэтому еще раз напоминаем условия прохождения стартовой программы. То, что они получат при выполнении этих условий, что нужно сделать не менее двух с половиной тысяч рублей в ценах каталога, и они получат тот или иной шаг, чем этот шаг для них будет значим, нужен. И четвертая и третья категории – это те, кто готов к вылету уже. Нужно узнать просто, почему до сих пор человек не сделал заказ, какие у него проблемы, что ему мешает. Опять-таки, или это, может, технические какие-то проблемы, или это, может быть, проблемы, что никто просто ему не позвонил, не напомнил, может, и такое быть. И те, которые у нас вылетели, они у нас примерно то же самое, что и новенькие они, сделавшие ни одного заказа. Мы их снова можем зарегистрировать, так как их уже нет в программе. И предложить им, что нового за этот год произошло у нас в компании, что они еще не знают, дать им эту информацию, рассказать о тех программах и новинках, которые их могут ждать, если они снова вернутся к нам в компанию. И самое главное, когда вы приготовили эти спичи, распределить по времени вашего дня, когда вы будете звонить, и сколько времени на каждую категорию вы будете уделять. 10-20 звонков и промежуток. Не надо целый день сидеть звонить, вы устанете и морально, и физически, это действительно напрягает. Нужно все это планировать и распределять, чтобы было комфортно вам, чтобы люди на том конце провода не чувствовали, что вы уже устали. Тогда ваши телефонные переговоры будут действительно эффективны и будут приносить пользу. Не стоит, конечно, забывать и о ваших партнерах, которые регулярно делают заказы. Может быть, им тоже нужно ваше внимание. Сказать, что вы цените это и знаете, помните о них. Это тоже немаловажно. И самое главное, что нужно делать это регулярно. Привычки вырабатываются у нас 21 день. Если вы распределите свое время так, понемногу, но каждый день, вот тогда это действительно будет эффективно, и это будет давать свои результаты. На этом все. С вами была Сафронова Ольга. Для желающих могу выслать спич для разных категорий. Всего хорошего!